Итак, здоровенькие булы, и в этом видео я наконец покажу финальную версию SMB-мода для PS2 Slim. Самую дешевую на данный момент, самую быструю, простую в реализации, делающую консоль абсолютно независимой и при этом внешне практически неизменной. Напомню, что предыдущая версия была основана на мини-роутере GL64-16 и, как я тогда сказал, этот вариант не самый дешевый и не самый простой в настройке по причине того, что он предполагает установку пакетов расширения, необходимых для поддержки NTFC, которые со временем могут устареть и стать недоступными, что, судя по всему, у одного из комментаторов и произошло. Да, этого всего можно было избежать, но тогда я об этом не подумал, а сейчас уже переделывать тот ролик смысла не вижу, ибо есть способ куда привлекательнее. И заключается он в том, что вместо того мини-роутера мы используем одноплатный мини-компьютер Orange Pi Zero, который, будучи в несколько раз мощнее этого роутера, на момент покупки стоил почти на 500 рублей дешевле. А за эти деньги можно, например, купить хорошую флешку на 64 гигабайта и получить приличное по размерам хранилище для игр. Отличие от предыдущего способа по сути два. Здесь и ОС, и игры будут располагаться на одной флешке, и здесь нет поддержки NTFC. Ни в одной прошивке из всех, что я пробовал. То есть работать нам придется с родной для Линукса файловой системой XT4. И, как оказалось, это очень легко можно делать из-под Windows, при помощи всего двух простейших утилит. Таким образом, помимо цены и мощности, еще и эти отличия можно, в принципе, записать в плюсы данного способа. Поскольку здесь прошивая устройство у нас нет риска его окирпичить, а использование родного формата X4 еще больше увеличивает скорость передачи данных. Да, тут немного усложняется процесс записи игр, но зато сильно упрощается настройка. И главное, она будет актуальна всегда, поскольку теперь мы независим от пакетов расширения. Ну что ж, приступаем к делу. Для начала скачиваем архив со всем нужным софтом. Там будут упомянутые утилиты для работы с форматом X4. Все необходимое для настройки UPL. Утилита для прошивки и, наконец, сама прошивка. Открываем сперва Minitool Partition Wizard и подготавливаем флешку, просто удалив всю разметку. Кстати, не забываем здесь всегда подтверждать действия. Утилиту эту пока не закрываем, а сворачиваем и открываем программку Etcher, где буквально в три клика прошиваем образ нашей ОС. Возвращаемся в предыдущую утилиту и видим, что на флешке у нас появилось три области. Загрузчик, сама ОС и оставшееся свободное место, из которого мы и создаем раздел под игры. Выбираем формат X4, подтверждаем и ждем. Время форматирования зависит от объема накопителя, а также от его качества. И на удивление, эти недорогие флешки оказались очень годными. Форматирование и запись проходят очень быстро, так что вполне могу рекомендовать их для этой затеи. Все, эта утилита нам больше не понадобится, зато понадобится другая, которая как раз и позволит работать с новой файловой системой. Открываем ее и она сразу показывает все разделы в этом формате. На всякий случай выполняем повторное сканирование, чтобы точно все разделы смонтировались, о чем будет свидетельствовать зеленый индикатор. Все, теперь эти разделы будут отображаться в проводнике, как и все остальные, и мы можем переносить туда все необходимые файлы. Но прежде чем все переносить на флешку, желательно сконфигурируйте ее содержимое на обычном жестком диске при помощи OPL менеджера. Создайте структуру папок, соберите все игры, исправьте ошибки с названиями, если они есть. Скачайте обложки и установите нужные настройки. Сделать все это на самой флешке вы потом не сможете, поскольку OPL менеджер ее, к сожалению, не видит. И тогда вам придется делать это вручную. Игры вы все равно храните на жестком диске, так что сделайте все заранее. А как это делать, как пользоваться OPL менеджером, я показывал видео о прошлой версии SMB мода. Так что повторяться здесь не буду, просто скину таймкод из того видео. Ну и теперь наконец перекидываем сразу все с диска на флешку. В моем случае времени на копирование ушло всего около получаса и это почти при полном ее заполнении. Кстати, не забывайте, после копирования файлов в этот раздел, обязательно нужно его отмонтировать в этой программе, то есть извлечь. Иначе все файлы из него удалятся. Все, флешка полностью готова. Вставляем ее в Orange Pi и подключаем к ПК. Теперь переходим в браузере по такому адресу и попадаем в прошивку, где для начала нужно установить пароль в виде 8 единиц. Также здесь не лишним будет зайти в раздел сети и отключить Wi-Fi. Так роутер будет греться намного меньше. Ну и теперь подключаемся к роутеру через WinSCP и начинаем редактировать файлы конфигурации. Переходим в раздел addconfig и редактируем файл network. Вставив ниже строки config interface.lan следующий код. Естественно, не забываем всегда сохранять изменения. В этой же директории открываем файл fstab и вставляем в самый его конец вот это. Таким образом мы смонтировали в OpenVRT тот самый раздел с играми. Теперь открываем консоль и выполняем следующую команду. Таким образом мы создаем папку в файловой системе OpenVRT, где она будет размещать этот раздел. Далее все в той же директории редактируем файл samba, вставив в самый конец вот такой код. Таким образом мы делаем этот раздел сетевым, чтобы его видела PS2. Теперь переходим в vtc.samba и редактируем файл smb.conf.template, изменив в нем значение параметра use.sandfile на no. Это немного ускорит скорость передачи. Далее переходим в vtc.init.d и теперь уже здесь редактируем файл samba, вставляя в начало последних пяти строк решетку, что получилось вот так. Это отключит NetBIOS, что сэкономит немного памяти и вычислительной мощности. Ну и наконец здесь же редактируем файл network, изменив третью строку sospstart20 на start65, и вставив sleep1 ниже строки startservice. Ну и следующей командой запускаем этот файл как скрипт. Это задерживает запуск сети до момента запуска сервера samba, помогая избежать ошибки smb300 в OPL. Все, на этом настройка Orange Pi вместе с OS и играми полностью завершена. Теперь осталось лишь настроить сам OPL и поп-стартер. Для этого просто переносим в корень карты памяти консоли две соответствующие папки из архива, предварительно записав их на обычную FAT32 флешку. Переносим естественно с заменой. И на этом абсолютно все настройки завершены. Можно все подключить и убедиться в работоспособности. Тесты скоростей я здесь повторять не буду. Они есть в прошлом видео и на данный момент мало что поменялось. Поэтому лучше я покажу как я все это оформил внутри консоли. Девятитысячную модель с мини роутером я собрал таким вот образом. Изначально думал, что можно будет даже привод оставить, но это было бы слишком сложно. Ну а в остальном сам роутер крепится на припаянные кожуху пиняки, запитывается от одного из USB выходов самой консоли и по сети соединяется таким вот тоненьким и компактным кабелем. Единственное, что я понял уже потом, плату стоило перевернуть вверх ногами и на 180 градусов. Тогда доступ к носителю был бы куда проще. Но этот нюанс я учту уже при переделке 7000 моделей. Теперь у меня есть пиняки нужной высоты. Их также можно купить на алике. И приступаю я прямо сейчас. Разбираем консоль и снимаем кожух. Примерно отмечаем куда будут припаиваться пиняки и немного зачищаем эти места наждачкой. Теперь отмечаем более точно и заложиваем эти места оловом, а также заложиваем одну из сторон самих пиняков. Затем прикручиваем эти пиняки к плате OrangePie и припаиваем их на место. Микро-USB штекеры для запитывания можно купить на том же алике либо взять от какого-то старого ненужного кабеля. Я думаю у каждого хотя бы один такой найдется. Ну и для соединения по сети я специально купил такие вот тонкие и компактные кабели, загнутые с одной стороны, чтобы они минимально торчали из приставки. Еще конечно нам придется немного повандалить и отрезать части корпуса, чтобы влез OrangePie, но снаружи всего этого видно конечно не будет. Ну и в итоге все это выглядит как-то так. Если смотреть спереди, то вообще никаких изменений не видно. Кабель этот сзади торчит всего на сантиметр с небольшим и когда подключены все провода он вообще никак не выделяется на их фоне. Ну и открыв крышку мы получаем свободный доступ к карте памяти, если захотим что-то туда записать. В общем вот такая получается супер консоль. Сейчас я все же думаю, что если бы я был большим фанатом PS2 и выбирал лично для себя какую-то, то я бы все же взял именно слимку 9000 и сделал вот такую вот модификацию. Но с флешкой на 128 или даже 256 гигабайт, чтобы прям все любимые игры от обеих консолей влезли. А именно к 9000 я все же склонился, поскольку она и дешевле, и самая компактная, и SMB мод на ней сделать будет даже дешевле, чем HDD мод на фатке, который еще и сильно портит ее внешний вид. Ну а по совместимости эти моды одинаковы. Но однако делал я эти консоли не для себя, а как уже рассказывал, купил их однажды за копейки, и в итоге вместо того, чтобы за них же продавать, решил немножко поэкспериментировать, и вот во что все это вылилось. Два ролика на дополнительном канале, и уже третий, и видимо последний на основном. В общем, все это было довольно интересно, и судя по всему, по крайней мере на русском ютубе, я первый настолько подробно эту тему раскрыл, что в общем-то забавно, поскольку получилось все это абсолютно спонтанно. Ну и на этом собственно все, кому видео понравилось, жмите лайки и репосты, ну и пишите, что думаете, или если что-то непонятно, хотя я старался, чтоб вопросов не возникало. Да и кстати, если вдруг хотите купить одну из именно этих консолей, то можете зайти ко мне на Авито, я их там выставил почти по себе стоимости. Ну и на этом уже точно все, и до новых видео.